Черные ящики разбившегося Боинга наконец передают в руки экспертов. Но как много они могут рассказать? Самописцы зафиксировали координаты и курс самолета на момент инцидента и могли сохранить звук взрыва. Но они не расскажут, чем в точности был вызван этот взрыв. Жители близлежащих сел уверяют, что видели в небе боевые самолеты незадолго до катастрофы. Именно истребители, по их мнению, могли сбить Боинг. Два взрыва было в воздухе, как он разрывался. И туда полетело по сторонам. И рядом еще один был самолет военный. Ниже он и шел, потому что его видно было. Ниже он и шел, пассажирского и шел. Были звуки разрыва. Но они были в небе. Потом от самолета резко развернулся, поменял траекторию и поехал. Все полетел в ту сторону. Власти Украины отвергают эту версию. Они считают, что Боинг был сбит ракетой комплекса БУК, прибывшего со стороны России. Эта система БУК-М1, из которой был сбит самолет, прибыла в Украину рано утром 17 июля. Она была доставлена на тягаче в город Донецк. После этого была передислоцирована из Донецка в составе колонны военной техники в район города Торез, в район Снежного, в район Первомайского. Служба безопасности Украины обнародовала снимки и видео, по ее мнению, доказывающие, что Боинг был сбит ракетой БУК. Мы постарались проверить эти снимки и данные на местности. На одной из фотографий был изображен пейзаж недалеко от города Торез, на котором был виден дым с места предполагаемого пуска ракеты. Мы постарались найти это место, и кажется, это нам удалось. Мы находимся на окраине города Торез. За моей спиной примерно в пяти километрах город Снежное. И рельеф местности здесь совпадает с рельефом местности, который мы видим на фотографии обнародованной службы безопасности Украины. Чтобы найти место, с которого предположительно исходил дым, мы взяли за ориентир эти три тополя и группу деревьев. Предположительно, вот оно, место, которое видно на горизонте фотографии обнародованной СБУ. А вот и наши ориентиры. Три одиночных тополя и группка деревьев вдалеке. Дым, который видно на фотографии, исходил откуда-то оттуда, из-за моей спины. СБУ считает, что это след от запуска ракеты БУК. Но нужно отметить, что здесь, примерно в этом же месте, находится мемориальный комплекс Саур-Могила, около которого постоянно идут бои, и угольная шахта. Получается, дым мог с такой же степенью вероятности исходить из любого из этих мест. Покружив по близлежащим полям, следов запуска ракеты нам найти не удалось. Не видели БУК и встреченные нами местные жители. На разваленных домах в городе Снежное тема истребителей, возможно сопровождавших гражданские борты, всплывает вновь. Сброшенная сверху бомба унесла здесь жизни 11 человек. Они прикрываются этими гражданскими самолетами. Это только сейчас перестали здесь летать. А так гражданские все время над нами летали. И они прятают. Славинск показал, что они за гражданского вылетали, бомбили, опять прятали за гражданский и выходили. Командир местных оболчанцев подчеркивает, что у них нет оружия, способного сбить истребитель на большой высоте. Но говорит, что если бы такое оружие вдруг появилось, они бы попытались. Если знаем, что это не гражданский, а боевой самолет, да. Так мог ли Боинг быть сбит ополченцами, которые по ошибке приняли его за боевой самолет? Однозначного подтверждения этой или других версий пока нет. Международные эксперты только начинают работу с данными разбившегося лайнера. И значимость этого расследования сейчас кажется трудно переоценить. Ольга Ившина, BBC